Привет! Меня зовут Катя или Рина Роа, и сегодня будет то видео, где вы не увидите мое лицо, но зато увидите мой ежедневник. И да, если вы думаете, что это за странная фигня у меня на руке, то значит вы не смотрели мое предыдущее видео с Шантапати. Так что, если вам интересно происхождение вот этого вот рисунка, то советую посмотреть предыдущее видео. Ну а сегодня мы вместе с вами будем заполнять разворот на март. Я уже немножечко подготовилась и украсила страничку, то есть я написала название месяца, проставила числа, дни, когда у меня будут выходить видео, также отметила выходные, дни, когда у нас праздники и мы не работаем, слава богу, и также день рождения папы. Пока каких-то конкретных глобальных планов на март у меня нет, но мне бы хотелось где-нибудь 7-го или 8-го, может быть 5-го или 6-го съездить покататься на коньках, но я не уверена, что у меня это получится, поэтому я пока запишу это на стикер, вот с таким вот милым хомячком. Я хочу съездить покататься именно на ВДНХ, потому что я там была и мне безумно понравился каток, который там открыли, он просто огромный. И так как уже зима, в принципе, заканчивается, точнее закончилась март, это у нас уже весна, то я, собственно, прям обязана это сделать. Если переходить вот к этой странице, то у меня тут традиционно туду-лист, также YouTube-идеи на этот месяц. Правда, пока у меня их довольно мало, и первый из них это как раз видео про ежедневник, который я сейчас снимаю, а сейчас 29 февраля их. И, собственно, когда я сниму это видео, я заштрихую кружочек, так как я его сделаю. Также я хочу здесь сделать еще список подарков, которые мне надо купить, потому что, как вы знаете, 8 марта это праздник, женщин у нас традиционно больше, чем мужчин, ну и, собственно говоря, у меня день рождения у папы, так что подарков надо купить много. И я пока еще без понятия, что кому я буду дарить, но думаю, что ближе к делу мне придет какая-нибудь гениальная идея в голову. Ну и по традиции здесь будет список, какие видео в какой день выйдут. И по плану я надеюсь, что 2 марта выйдет вот это вот видео про ежедневник. Как вы можете видеть, вот здесь я наклеила вот такие вот милые стикеры с пандочками. Я здесь буду записывать какие-либо дела, которые мне надо сделать в какой-то конкретный день или какие-либо места, которые я хочу посетить именно в марте. Ну, в общем, все то, что я хочу и планирую сделать в марте, но, наверное, наверняка не сделаю, как всегда. И так как я не знаю, в какие дни я смогу сделать что-либо из этого списка, то поэтому я наклеила их вот на этой странице, чтобы не загромождать эту. Ну и, я думаю, можно приступить к самому приятному, к украшению. Как всегда, я буду использовать стикеры из No Kid Stickers или из Zag Shop. Вот эту милую чашку я уже давно хочу использовать. Сейчас я это и сделаю. Также в марте я планирую досмотреть Gravity Falls, который, к сожалению, закончился. Какой кошмар. Но я хитрая, я еще не посмотрела и оттягиваю все время этот момент, потому что, когда я это сделаю, мультфильм закончится навсегда, и у меня от этого грустно. В общем, я думаю, что вот Билл Шифор с такой вот милой чашкой отлично подойдет. Еще у меня есть вот такой вот сет из наклеек Zag Shop. И он мне очень нравится, и он мне кажется таким вот довольно весенним, поэтому давайте какую-нибудь наклеечку отсюда используем. Но вот таким вот получился мой первый, в принципе, наверное, основной разворот. Знаете, в деле с украшательством главное вовремя остановиться. Поэтому думаю, пока хватит, я все равно еще сюда что-нибудь наляпаю потом. А сейчас переходим ко второму моему развороту. Как вы помните, у меня их всегда на месяц-два. И если вы помните, то в прошлый раз я делала вот такую вот табличку, где собиралась записывать, когда в какие дни я что делала, в общем, приводить какие-либо привычки. Но вот так как в феврале у меня выдался очень тяжелым, очень сложным месяцем, то эту табличку я практически не заполняла. Я заполнила ее по памяти вчера. И единственное, что я могу сказать положительного, это то, что я целый месяц не покупала книг. Тут должны быть аплодисменты. Но в марте я это исправлю, уф, поверьте. И так как мне было жутко лень чертить снова вот такую вот таблицу на март, то я решила поступить немножко по-другому. Я наклеила вот такие вот стикеры, на которых напишу какие-либо вещи, которые я хочу делать в течение месяца. И вот тут вот просто буду отмечать, когда в какие дни я что делала. Мне кажется, это проще и симпатичней. Так как в феврале я практически не читала, то все-таки решила сделать такой вот стикер, на котором написала читать каждый день, чтобы хоть немножко вылезти из своих книжных долгов, которые мне накопились за это время. И я пока еще не до конца представляю, как это будет выглядеть в странице в финале, но результат вы определенно увидите в следующем видео. Или не увидите, если у меня не получится. Ну и нам осталось запомнить вот эту вот страничку. Как вы поняли, в феврале я читала очень-очень мало. Я прочитала всего одну книгу, можно сказать так. Просто по кое-каким причинам у меня не было ни настроения, ни желания читать. Поэтому, собственно, у меня накопились долги. Например, у меня уже точно есть долг в игре на Лайфлипе «Барцы с долгостроем». Так как я на февраль ввела себе книгу Питера Хёга «Смело и ее чувство снега». Я очень давно хочу прочитать это произведение. Я его даже себе летом купила. И как раз сейчас я его читаю. Но так сложилось, что мне совершенно не нравится то, что я читаю. У меня совершенно не цепляет сюжет. Мне неинтересно. И, собственно, поэтому я целый месяц мучаю эту книгу. Также я сейчас читаю «На берегу» Ены Макьюина. Я еще не совсем в долгах. У меня есть время до 8 марта. Я ее читаю по игре на Лайфлипе «Дайте 2 лайт-версия». И если я сегодня ее дочитаю, я очень надеюсь, потому что она коротенькая, то у меня эта книга все-таки начнется на февраль. Хорошо бы. Если переходить к фильмам, то с прошлого месяца у меня остался жестокий роман, с которым я никак не посмотрю, но надо бы. И также добавилась афера по-американски. Ну и здесь традиционный список, что мне надо бы купить. Пока это только мицеллярная вода. Ну, собственно, думаю, пока на этом все. Давайте украсим как-нибудь эту страничку и будем заканчивать. Мне науки стикерс, когда я заказывала новогодние стикеры, прислали вот таких вот обезьян. Вот это меня, если честно, вообще пугает. А вот это мне очень нравится, поэтому давайте ее куда-нибудь приклеим. Ну и на этом, я думаю, пока хватит. В общем, вот таким вот получился мой разворот на март. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх. Так, подписывайтесь на мой канал. Также напишите в комментариях, сколько книг вы прочитали в феврале. Может быть, я не одна такая, кто не хотел читать в этом месяце. Мне будет очень интересно это узнать. Ну и также, конечно, расскажите, ведете ли вы бумажный ежедневник, или вы ведете электронный. И вообще, нравится вам видео такого формата или нет. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте, что кучу интересных ссылок я оставляю в описании. Что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. И что мы очень скоро с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok